Этот перекресток на улице Ботаническая заставляет водителей серьезно понервничать. Поток машин здесь интенсивный со всех сторон, а светофоров нет. Если сейчас в три часа дня автомобилисты сигналят друг другу примерно каждые две-три минуты, то в час пик ситуация на дороге превращается в настоящий ад. Одни движутся по центральной улице, другие спускаются с региональной трассы, третьи заезжают или выезжают с парковки торгового комплекса. В итоге получается броуновское движение. Ну я там боюсь поворачивать. Я объезжаю его постоянно. Ни туда, ни сюда повернуть невозможно. По ДТПшной перекресток абсолютно. Я здесь работаю. Я каждый день сюда езжу. Здесь у нас обычно пробка вечером, невозможно выехать. Здесь у нас едут трамваи, помехи справа, кругом идут вообще. Вообще невозможно проехать. Ужасно, никто еще не пропускает. Справа много машин едет. Еще выворачиваешь, когда налево, тоже надо, получается, слева пропускать. Поток-то. Ну и сложно выезжать. Вы как считаете, установка светофора? Давно пора, потому что я вот работаю на третьем этаже, у нас же панорамные окна, все видно. То есть, если дождь, то 100% стрима аварий будет здесь. Абсолютно точно. Светофор, конечно, так должен быть. Ну, мне кажется, все равно удобно было бы. Со светофором? Со светофором, да. Установку светофора в этом месте город действительно рассматривает. И это не единственный вариант. Как нам сообщили в Комитете по транспорту, в последние месяцы специалисты анализируют аварийный участок. Комитетом организована научно-исследовательская работа по моделированию этого участка. Рассматриваются два варианта. Первый – это устройство светофорного объекта. Второй – это организация кругового движения. В настоящее время варианты пока разрабатываются, поэтому конкретное решение будет известно позже. Сейчас специалисты собирают статистику по машинопотоку и прогнозируют, какой из вариантов даст наиболее благоприятный эффект. А вот назвать конкретные сроки завершения этой работы в Комитете не рискнули. Возможно, перспектива следующего года, а возможно и дольше. Выходит, что пока перекресток на Ботанической так и продолжит проверку нервов автомобилистов на прочность.